Всем здарова, с вами Эйри. Сегодня я вам покажу, как решить CSGO проблемы, появившиеся после релиза CS2. А именно вы узнаете, где скачать и установить CSGO, как запустить CSGO вместе с Миги и где найти CSGO карты из мастерской. Начнем с установки CSGO. Для этого откройте свойства CS2, перейдите во вкладку бета и выберите CSGO Legacy. После чего Steam предложит вам установить CSGO. После установки снова зайдите в свойства игры и в параметрах запуска выберите запускать CSGO Legacy. Отлично, теперь вы можете открывать CSGO. Если вам вдруг захочется поиграть в CS2, то снова зайдите в параметры запуска и выберите запускать CS2. Да-да, вы можете спокойно переключаться между версиями игры. Постоянно что-либо докачивать или переустанавливать вам не придется. Я уверен, найдется много людей, которым эта CS2 вообще не сдалась. Особенно ее бесконечные обновления, без которых Steam не позволяет открыть CSGO. Поэтому сейчас я вам покажу, как все это безобразие исправить. Сначала отключим автообновление. Заходим в свойства игры, обновление и здесь выбираем. Первое, обновлять игру только при запуске. И второе, никогда не обновлять игру в фоновом режиме. Автообновление мы конечно отключили, но Steam-то все равно заставляет их качать. Чтобы обойти эту подлянку, нам нужно добавить CSGO как отдельную игру в Steam. Для этого жмем на плюсик в нижнем левом углу, выбираем добавить нон-стим игру и прокладываем путь к файлику CSGO.exe. Найти вы его сможете вот по этому пути. Жмем добавить. Как видите, в списке у нас появилась новая игра. В свойствах можете дать ей любое название. И самое главное, не забудьте ввести нужные параметры запуска. Вот в это поле. Прекрасно, теперь мы можем запускать CSGO, не устанавливая обновления CS2. Если же вы хотите полностью избавиться от CS2, то зайдите в папку с игрой и удалите либо переместите две папки. Content и Game. Именно в них хранится CS2. Делать это я вам не советую. Поскольку без CS2 вы не сможете проверить целостность файлов CSGO. Так что если у вас каким-то волшебным образом сломается CSGO, то вам придется сначала установить CS2, и только после этого Steam разрешит вам проверить целостность файлов. Как запустить CSGO вместе с MIGI? MIGI это программа, позволяющая добавлять в CSGO различные модификации. В туториале по фейк-демкам я показывал, что нужно вставить параметры запуска в это окошко и нажать play. Но, как видите, этот способ больше не работает. MIGI по какой-то причине вместо CSGO пытается запустить CS2. Поэтому сейчас я вам покажу другой способ запуска. Заходим в свойства CSGO, вставляем сюда нужные параметры запуска, и самое главное, добавляем еще одну команду. Minus Game MIGI slash CSGO. Как раз она и позволит нам запускать CSGO вместе с MIGI. Как видите, значок CSGO заменился на значок MIGI, а это значит, что CSGO успешно запустилась вместе с MIGI. Победа! После релиза CS2, CSGO мастерская была скрыта, из-за чего поиск карт стал сложнее. Поэтому для вас я отсортировал свои любимые CSGO воркшоп-карты. Просто переходите по ссылке на мой профиль и качайте любую понравившуюся карту. Если вам этого недостаточно, то понажимайте на профили создателей карт. У них тут будет еще больше добра. Также можете поискать интересные карты в этом посте. Человек очень постарался. Он отсортировал названия всех официальных CSGO карт и прикрепил к ним соответствующие скриншоты и ссылки. Ну и наконец, самый очевидный и банальный способ, это загуглить название карты и в конце написать CSGO Workshop Map. Если вам повезет, то она появится в списке и вы сможете на нее подписаться. Только смотрите, чтобы вот здесь было написано Counter-Strike 2, а не какой-нибудь там Garry's Mod. Кстати, я сделал зимний пак CSGO карт, 36 штук. Я пофиксил на них радар, модельки игроков, отражения и самое главное, сделал их совместимыми с бот-мимиком. Бот-мимик это плагин, позволяющий записывать движения для ботов. Как его установить, а также как фиксить карты, я показывал в туторе по фейк-демкам. На этом пока что все. Скоро дропну что-то более интересное. Еще увидимся!